У нас не так много времени, потому что у тебя через 11 минут собственный стрим. И как раз про Пригожина. Да. Я думаю, что там будет интересно послушать. Я специально оставила Пригожина, что называется, тебе на закуску. Но тем не менее. Значит, вот просто этот человек, во-первых, просто перебил Гиркина. А по-моему, он претендует на ваши с Арестовичем Лавры. Потому что что он наговорил тут, во-первых, положительного об украинской, отрицательного о российской. Просто чувствуется, что он долго студировал. А у меня вот какой вопрос. Первое. Я вижу, что у него есть техническая цель, которая означает свалить 25 мая из Бахмута. Но он сваливает, и никто еще не сказал, что ему не разрешили. Такое ощущение, что ему разрешили. Он выторговал это решение, потому что, если я тебе напомню, он собирался свалить 10 мая в ноль часов. Предлог тогда был. Вы мне не даете снарядов. Это такая, Шойго, Герасимов. Не даете снарядов, и мне нечем воевать, и ничего хорошего не было. Я не могу выполнить задачу к 9 мая взять Бахмута. А ему точно была такая задача поставлена. Он это сделал. Теперь предлог лучше. Я взял Бахмут. Могу уходить? Но я думаю, там даже больше. Он наверняка сказал, что в результате того, что мне не давали достаточно снарядов, боеприпасов, и мне дали пополнять личный состав зэками, которые в январе ему, как он сам заявляет, прекратили этот набор, запретили этот набор, я дальше воевать не могу, мне нужно переформатироваться. И я думаю, что, скорее всего, ему разрешили. Почему я так сужу? Потому что его Путин поздравляет. Разрешил Путин? Да, разрешил Путин. Однозначно, потому что он выторговал для себя это право. Что я вот возьму Бахмут, а дальше из-за того, что мне вот такое наделали все Генштаб и Минобороны, мне нужно перевосстановиться в Молькино, в Краснодарском крае, на нашей базе. Мы будем восстанавливаться, пополнять ряды, будем, в общем, переформатироваться. Это то, что выторговано. Я думаю, к этому имел отношение, может, и Песков какой-то, он же ему такую услугу оказывал. Ну, там, может, еще что-то. Но, тем не менее, я думаю, что, безусловно, Путин сказал, ну, что ж, они взяли Солидар, взяли Бахмут. Ну, и пусть. Возьмем паузу. Хотя, казалось бы, сейчас наступает самые жесткие времена, когда, вообще-то говоря, раз ты такой хороший вояка, ну, не он, а, как бы, ЧВК, так а что ли вы снимаетесь-то? Сейчас начнется контрнаступление, а вы там где-то, значит, переформатируетесь, где-то ротируетесь, отдыхаете, там, не знаю, перекомплектовываетесь, так далее. Странно. Но, тем не менее, я думаю, что Пригожин что-то понимает. Безусловно, что-то понимает. Дураком его не назовешь. Он понимает, что начнется заваруха, при которой этот Бахмут еще неизвестно, останется или нет. Учитывая ситуацию на флангах, это же он говорил. Побежала, говорит, 72-я бригада. Но если ты видишь, что они бегают, что ж ты тогда снимаешь? Ты докажи, ты покажи. Ой, говорит, высоты. Потом он рассказывал, это Берховское бедохранилище. Вот это его прежнее заявление. Понятно, если ты сейчас передаешь позиции мобилизованным, соединением регулярным Министерства обороны и РФ, то вообще-то предсказуемые. Почему, если с флангов они побежали, почему они не побегут из Бахмута тогда, по этой логике? Тем более, что там сейчас будут обкладывать снарядами и всем остальным. И вообще говоря, загадочная история. Ну, в том числе для того, чтобы он потом говорил. А я вот его взял, а вот смотрите, я его передал частям Министерства обороны и РФ, а они его просрали. А что же, я вот положил там 20 тысяч, как он сказал? Ну, я думаю, больше, потому что он преуменьшает явно. Ну, не важно. Ну, хорошо, ну, 30, ну, 40. А вот они вот, смотрите, вот он шой, гад, плохой какой и так далее. А я вот, вот меня вот не оценили по достоинству, меня не услышали. И вот результат. Поэтому я думаю, что он все-таки снимется, он уйдет. Под предлогом, что мне нечем воевать и некем воевать. Вот, но я вот переформируюсь, я вот могу вернуться, когда Родина позовет. Вот все это, лобуду. Но мотив внутренний, он связан с безопасностью, с одной стороны, потому что, ну, как бы он понимает, что ситуация вокруг него завихряется. А с другой стороны, чтобы снять с себя ответственность за будущие события, сказать, ну, знаете, когда я воевал, вот такого не было. Поэтому это очень логичное поведение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!